Приветствуем вас! В эфире программа «Хочу вас спросить». Удивительную книгу подарил нам Господь, ту книгу, которая одновременно может радовать и волновать нас, потому что, читая Священное Писание, мы находим очень многие непонятные для нас трудные тексты. И сегодня, друзья, у нас есть замечательная возможность поговорить с человеком, который занимается именно библейскими исследованиями, поговорить на многие те тексты Священного Писания, которые сегодня волнуют и которые вызывают массу вопросов. Данил Данилович, вместе со мной директор студии канала «Надежда». Данил Данилович, вот Священное Писание, у вас есть много текстов, которые вам на сегодняшний день непонятны? Конечно, есть тексты. И о некоторых текстах нас очень часто спрашивают, особенно когда мы, проповедуя людям, говорим о том, что Бог есть любовь, Бог есть прощение, благость, Бог есть всевидящий и Он добр. А в Библии читаем обратно. А в Библии мы читаем некоторые места, где говорится о том, что Бог кого-то наказал, а иногда очень жестко покарал. Я хотел бы один из таких текстов в Священном Писании сегодня озвучить и попросить нашего гостя, чтобы мы вместе с ним об этом порассуждали и побеседовали. Итак, вторая глава книги «Четвертая царств», и здесь 23 и 24 текст гласит так. «И пошел он оттуда в Эфиль, когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему, иди, плешивай, иди, плешивай». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, растерзали их, из них 42 ребенка. Речь идет о пророке Елисея, который, совершая свое служение, возвращался домой. И вот такой случай. Ну, случай, на первый взгляд, непонятный, как пророка, а пророк – человек Божий, может так относиться, как здесь написано, не просто к детям, а к малым детям. Давайте мы зададим этот вопрос нашему гостю. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, директор Института библейских исследований Артур Артурович Телли. Здравствуйте. Добрый день. Мы прочитали этот текст, непростой текст, Артур Артурович. Что вы можете сказать по этому тексту? Как нам сегодня самим разобраться с этим текстом, ну и, наверное, другим людям рассказать? Потому что в одной из наших программ вы говорили о том, что читая Священное Писание, становясь учеником, ты становишься учителем. Как же учить? Это действительно текст, который нелегко понимать. И вы в начале программы задали вопрос Данилу Даниловичу, есть ли тексты, которые являются для него загадкой. Наверное, для каждого из нас. И так будет, наверное, до самого конца. Потому что Слово Божие, оно настолько широко, глубинно, интересно. Мы только лишь отчасти прикасаемся. Наше знание достаточно ограничено самого и контекста, и тех событий, которые… Потому что многие вещи буквально таким коротким телеграфным стилем представлены. Я думаю, что нам не надо стесняться того, что мы чего-то не понимаем в этом великом Слове Божьем. Потому что автор Бог, те, кто передавали мужи Божьи, вводимые Духом Божьим, они изложили для того времени некоторые вещи. И некоторые фразы, они, наверное, останутся непонятными до тех пор, пока мы не встретимся с автором, встретимся с Иисусом и зададим их. Но, тем не менее, нам хотелось бы исследовать. И, пользуясь возможностью, мы хотели бы, чтобы вы такое небольшое библейское исследование сегодня провели с нами здесь студии. И наши зрители, которые, естественно, заинтересованы подобными исследованиями, они, я уверен, будут благодарны за то, что мы к Слову Божьему обращаемся как источнику мудрости, знаний и наставлений. Данил Анатольевич, я бы еще хотел спросить, Артур Анатольевич, прежде чем вы будете отвечать на этот вопрос, вы, как специалист в области библейских исследований, наверное, уже общались со многими людьми. А вот сколько процентов Священного Писания вообще понимает человек? Вот можно определить какую-то цифру, вы ее не выводили? Вот читаем годами, 20, 30, 40 лет. Сколько процентов из этого объема Священного Писания может понять человек, чтобы применить его в своей жизни? – Наверное, такой процент вычислить невозможно и нелегко, но факт остается фактом, что Слово Божие написано таким образом, что это достаточно серьезный материал для ученых, для исследований. Вы знаете, что богословие, как наука, одна из самых продолжительных, и до сих пор многие тексты так нами и не поняты. Мы продолжаем искать. То есть это серьезная пища для ученого ума, но и в то же самое время это серьезная пища для простого человека, который даже, может быть, один-два класса закончил. Потому что Господь, тот, кто является автором Священного Писания, Он жив и сегодня. Мы можем к Нему обратиться. То есть не знаешь, на колени задай вопрос Господу, и Господь может просветить тебя. Но все равно, когда мы читаем Священное Писание, я бы это сравнил с телефонным разговором. Вот когда вы путешествуете, и вы с родными беседуете по телефону, и некоторые вопросы вы говорите, ну, это не телефонный разговор, это при встрече. Поэтому, я думаю, то же самое происходит, когда читаешь. Например, у меня очень много текстов, которые я не до конца понимаю. Или меня не удовлетворяет то объяснение, которое сегодня существует. Я чувствую, что здесь должно быть что-то, но найти пока не могу. Поэтому я жду того момента, когда я мог бы сказать Господу, ну, хорошо, это сейчас не по телефону, но вот когда мы встретимся в вечности, поэтому и вся вечность будет отведена, и нам будет интересно. Если бы мы всю вечность повторяли известное, нам бы это наскучило. Это хорошо, когда есть еще что исследовать. Итак, давайте мы перейдем к нашему тексту. Вы знаете, в книге «Великая борьба» Елена Вайт говорит очень интересную вещь. Она говорит о том, что библейский материал, библейское содержание – это самое лучшее средство для развития интеллекта. То есть, если человек, даже не имея образования, как вы говорите, имеет всего несколько классов, но если он занимается изучением Слова Божия, он развивает свой интеллект. И чем больше человек изучает Слово Божие, чем глубже, тем он интеллектуальнее, с ним интереснее беседовать. И поэтому меня, как я вспоминаю свою работу как пастыря, больше всего удивляли вещи, когда простая бабушка в церкви объяснит тебе библейский текст так, как твои профессора тебе никогда не смогли объяснить. И вот это удивляет. Но, возвращаясь к тексту, этот текст действительно достаточно нелегко понимаем, особенно так, как он представлен в синодальном переводе здесь у нас. Я помню, что когда я перечитывал это место, еще будучи молодым человеком, это место меня всегда очень смущало. Как мог пророк Божий, только что получив назначение и получив силу Святого Духа, причем он просил ее вдвойне от той, что была у пророка Ильи, как он мог вот этот поступок совершить. И оно как-то несовместимо даже. Как это возможно? Мы иногда говорим, когда это касается, скажем, взрослого человека. Но взрослый человек, он, может быть, мы всего не знаем, может быть, он наполнил, что называется, меру беззакония. И уже его не поможешь, но чтобы сохранить общество от него, то лучше уже применить оперативное вмешательство. Может быть, Господь таким образом решил. Но когда речь идет о детях, как здесь написано, то вот это всегда и меня тоже очень волновало, и я никак это не мог понять. Хотя, что очень интересно, когда сравниваешь Илью и Елисея, Илья, который имел силу Святого Духа, он в основном чудеса, которые он творил, это низводил огонь с неба, объявлял, что не будет дождя, и три с половиной года ни дождя, ничего не было. То есть, это такие чудеса. И затем Елисей просит той же силы, но вдвойне. И я всегда ожидал. Но если Илья огонь на горе кормил, низводил, то Елисей в два раза больше должен это делать. А когда мы дальше идем, кроме этого случая, в основном Елисей занимался благотворительностью, милосердием. И в таких как бы простых слоях населения. Совершенно верно. То там вода была невкусная. Кстати, он, вот прежде чем описан этот эпизод, пишется о его добрых, благих деяниях, которые он совершал среди простого народа. Совершенно верно. Соль потребовал и сделал воду хорошей. Горькую пищу превращал. Превращал, да, негодную пищу. И это, кажется, несовместимо по самому контексту, что как пророк Божий одной рукой как бы дает добро и в то же самое время совершает такое проклятие. Вы, может быть, даже слышали, некоторые интерпретируют этот текст таким образом, что это однозначно была ошибка со стороны пророка Елисея. – То есть он был только что призван, молодой еще, и, видимо, шел с таким вот… – С горяча. – Да. – Духа удвойне имел. – И он решил покончить с этим, чтобы никто уже не насмехался и закрепить авторитет. Но это не так. Интересно отметить, когда мы читаем книгу «Цари и пророки», и когда там описывается этот поступок, там очень четко, например, говорится о том, что Елисей под вдохновением, инспирацией Святого Духа произнес это проклятие, которое затем было исполнено медведицами. – Это еще больший вопрос. – Это еще больший вопрос. – Ну, а иначе пророк ведь не имеет права действовать. – Совершенно верно. – Ведь на то он и пророк Божий, истинный пророк Божий, который излагает волю Божью и притворяет эту волю в жизнь. Так в чем же тогда была воля Божья? – С одной стороны, конечно же, Елисей, он должен был выполнить миссию, практически, которую человек не мог бы выполнить. Илья был настолько известным пророком, слава о Илии, она шла намного дальше вперед, чем сам пророк. То есть, где бы ни встречали и не слышали это имя, люди с большим трепетом произносили имя пророка Илии. И теперь пророк взят на небо, а Елисей должен встать на его место. И, конечно же, он должен был как-то утвердиться, мы можем сказать, да? То есть, показать, что Бог тоже с ним. Все это можно иметь в виду и как-то пытаться этим объяснить. Но то, что более всего помогает нам понять этот текст, это что здесь имеется в виду, когда речь идет о малых детях. Потому что, когда мы читаем с вами 23 текст, здесь сказано, когда он шел дорогу, малые дети вышли из города. И вот это как раз и делает все это таким трагичным. Но даже если маленький ребенок шалит, он ведь не понимает, что он делает. Ну и взрослый должен как-то, соответственно, отнестись... Совершенно верно. Но это несоизмеримо, поведение детей и действия пророка. Ну да, обзывается там, обозвали его Плешивым. Проблема заключается в том, что вот эта вот фраза, которая здесь используется, «малые дети», в 23 тексте, а затем в 24 тексте, в самом конце, где написано «и растерзали»… 42 ребенка. Из них 42 ребенка. То есть, вот эти две фразы, которые здесь используются, они, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, многие об этом говорят, не совсем точно переведены здесь. Если иметь в виду два этих слова, которые здесь используются, здесь используется одно еврейское слово «наар», а во втором случае еврейское слово «ялат». То есть, речь идет, где вы говорите «малые дети» и 42 ребенка. – Да, «дети» и ребенок, скажем, или в данном случае 42 ребенка. Где 42 ребенка используется древнееврейское слово «елат», а здесь в 23 тексте «наар». Интересно отметить, что когда вы изучаете два этих слова, эти два слова, они очень широкие в понимании, они могут обозначать очень многое. Они действительно, два этих слова действительности могут означать детей. Это возможно. Но кроме этого, эти же слова означают и молодого человека. То есть, если в других переводах иногда говорится в других местах «отрок», то же самое еврейское слово. Или если речь идет о молодом человеке, скажем, лет около 30, то же самое слово может использоваться. Все зависит от контекста. И поэтому какое значение избрать зависит от контекста. И вот теперь переводчики, которые переводились на дальний перевод, они имели выбор написать либо молодые, маленькие дети, либо молодые люди, либо отроки, либо юноши. То есть, практически от, скажем, одного месяца до 30 лет, все это возрастное, весь этот возрастной цикл можно представить вот этими еврейскими словами. А на русском языке у нас есть разные слова. У нас есть ребенок, у нас есть малыш, у нас есть грудной малыш, у нас есть подросток, у нас есть юноша, и у нас есть молодой человек. Поэтому вопрос стоит, что здесь нужно избрать. Интересно отметить, что вот если мы говорим о слове «наар», в данном случае, когда говорится «малые дети», интересно отметить, что в Бытие, в 37 главе, в 3 тексте, где речь идет об Иосифе, когда он уже был, как минимум лет 17, говорится о Иосифе как «наар», то есть малый ребенок в данном случае. – Он же не был малым ребенком. – Он уже не был, Иосиф. Или, если вы посмотрите в первую книгу «Царств», вторую главу, там, вы помните, два сына Илея. Илей имел два сына, которые, в общем-то, кощунственно себя вели жертвами. О них тоже, когда говорится, используется слово «наар». – Но они уже были священниками? – Совершенно верно. – А это уже взрослые люди? – Совершенно верно. Или когда, помните, Ависалом поднял восстание, тоже во второй книге «Царств», 14 главе описывается, там несколько раз используется слово «наар», но это уже молодой человек, который претендует на царство, который уже хочет занять престол. Или если вот второе слово «елат», интересно, что когда вы идете в книгу пророка Даниила, и когда вы читаете о Данииле и его трех друзьях, то иногда используется о них это слово «елат». То есть, мы имеем… – А это опять же были взрослые люди, молодые люди, призванные для… или забранные в плен, захваченные в плен, но призванные для царского служения? – Совершенно верно. То есть, речь идет о молодых людях, которые уже вполне сознательно насмехались над пророком. И здесь русский перевод говорит, они говорили ему «плешивый», оригинально используется слово, которое чаще всего переводится как «лысый», но в то время это слово использовалось для… чаще всего для того, чтобы… когда говорили о «прокаженных», то использовали вот это вот слово «плешивый» или «лысый». То есть, в данном случае они насмехались в этом роде, как типа того «ты прокаженный» над Елисеем. Но что очень интересно, когда вот теперь читая, автор или переводчик, который переводил, он теперь мог из этого ряда значений выбрать то значение, которое более всего подходило сюда. Почему-то переводчик избрал вот этот вот русский термин «дети», «малые дети» или «сорок два ребенка». Поэтому лучше всего перевести «молодые люди». Но здесь следует еще учесть одну интересную деталь. Потому что события происходили в Эфиле. И мы знаем со страниц Священного Писания, когда сын Соломона повел себя достаточно дерзко со всеми двенадцати коленами, царство распалось на северное и южное. И тогда, чтобы в северном царстве народ не приходил в Иерусалим, вы помните, что Иеравам сделал? – Построил жертвенников. – Мало того, что он жертвенники построил, он же священников поставил, не из левитов. А их ведь нужно было обучать. И поэтому он… – Эфиль стал центром поклонения, где как раз происходило это ложное поклонение. – Совершенно верно. И там нужно было иметь место школа пророков. Но уже не истинных пророков, а тех, которые служили там, в этих капищах, и уже совершали жертвоприношение на тех жертвенниках, которые не были по воле Божией устроены. – Интересно отметить, что там же находился и центр другой школы пророков. Мы знаем, что изначально, когда Самуил был призван, и само его призвание тоже было очень интересно, но Самуил основал школы пророков. Он множество школ пророков основал. Но затем, когда Израиль отпал, эти школы пророков, в общем-то, закрылись. Но Илья, предшественник Елисея, он возродил школы пророков. И как минимум мы знаем о трех школах пророков, которые он возродил. Одна из них была в Ефиле, Галгале и в Иерихоне. Эти школы пророков. И когда теперь Илья призвал Елисея, и они шли перед тем, как Илья должен был вознестись, они посетили эти три школы пророков. – И в каждом месте эти… – Практически в каждом месте Илья представил Елисея. И мы знаем о том, что Господь через Святого Духа открыл ученикам этих школ пророков, что Илья будет вознесен. И они спрашивали Елисея, ты знаешь, что твой учитель, он-то уже… – Он говорит, знаю, но и вы молчите, я помолчу пока, да? – Теперь что интересное происходит? Мы знаем, что предшественник Елисея, Илья, на горе кормил. Что он сделал? Он уничтожил… – Пророков Валовых. – Пророков Валовых. – Дубравных этих пророков. – Действующих, мы бы так сказали, кадровых священников. А что со студентами? – Студенты остались, наверное? – Тех, которых готовили занять их место. И теперь Елисей возвращается, он практически завершает работу Ильи, которую он начал. Потому что те пророки уничтожены, а школа пророков, вот ложная школа, не истинная школа пророческая, а ложная, она же тоже находилась в Эфиле. И как раз это место проходит теперь Елисей. И они его встречают, они-то практически враги и одному, и второму пророку, и Илья для них враг Елисей. – И наверняка знает предысторию, знает о том, что их отцы или их наставники потерпели фиаско. – Совершенно верно. И теперь Елисей это произносит, не только чтобы утвердить свой авторитет и так далее и тому подобное, но и для того, чтобы покончить вот с этой ересью, чтобы они в сознательном уже возрасте, будучи, скажем, молодыми служителями, чтобы они не уводили народ Божий в заблуждение для поклонения. И в этом смысле этот текст начинает представлять нам в совсем другом свете. То есть речь не идет о невинных детях. – А те, кто сознательно выходит, это те, кто сознательно бросили вызов Богу и Его вестнику. – Совершенно верно. Которые практически противодействовали Богу, которые уводили людей от истинного Бога поклонения, поклонению различным ложным богам. И они знали, что Илья взят на небо, и теперь они смеются на него, говорят, прокаженные, того забрали, так ты иди тоже, чтобы тебя туда же забрали. И они хотели, как бы сказать, таким образом с ним расквитаться. Но он именно так отреагировал, потому что имел дело, он знал, с кем он имеет дело. Поэтому и вот такой исход. И в этом смысле этот текст уже предстает в несколько ином варианте. И он не имеет тот трагизм, который бы он имел, если бы действительно речь шла о невинных детях. – И тем не менее, Артур Турович, Содом и Гамора, допотопный мир, Бог совершает суд. В данном случае, если мы говорим о том, что пророк объявил справедливый суд Божий, и он был исполнен, коль по вдохновению свыше, не слишком ли жестко и жестоко? – Ну, мы имеем дело здесь… – Или вопрос даже так, почему так жестко? – Мы имеем дело здесь с автором жизни. Он принимает решение. То есть, единственный, кто имеет право взять жизнь, это тот, кто дал жизнь. И поэтому это важный момент здесь, который следует учитывать. С другой стороны, также следует иметь в виду, что Господь, Он имеет в виду всю землю, всех людей. И Его цель – сохранить, спасти человечество. Не погубить, но спасти. Но когда уже человечество настолько, или, скажем, группа людей, настолько зашла, или отошла от света, и отказалась от света, и становится распространителем и губителем других, кто еще могли бы иметь шанс спастись, то он вынужден, как мы иногда говорим, прибегнуть к хирургическому вмешательству. Как хирург иногда. Он вырезает злокачественную опухоль, потому что там клетки так распространяются. По отношению к этим клеткам он ведет себя как дерзкий, может быть… – Но если он не сделает, то гибель всему человеку. – Хорошие клетки погибнут, правильно? Поэтому он делает, прибегает к хирургическому вмешательству для того, чтобы спасти то, что еще можно спасти. То же самое здесь делает Господь, когда Он смотрит, что если этих развращенных людей не остановить, они свой выбор уже сделали. – То есть это не только акт возмездия, но и акт милосердия по отношению общества всего. – Совершенно верно. Потому что у Бога цели нет наказать. Когда Бог наказывает, это лишь целью спасти других, которым эти помешают. То есть они свой выбор уже сделали. И вопрос лишь только в том, на день или на год раньше, скажем, или на несколько лет раньше или позже, но для того, чтобы спасти других, Он прибегает к хирургическому вмешательству. – То есть Бог не наказывает вот этих молодых людей, как звено отцов, а Бог видит уже вот в этом отношении к Божьему пророку, вот эта насмешка, она уже показывает, что можно ожидать от этих людей. Бог не просто уничтожил их за то, что они практически еще ничего не сделали, но просто принадлежали, как Вы говорили, о школе пророков. То есть начались практически действия, может быть, в словах, а слово, но оно имеет силу. – Вы знаете, когда мы, как мы уже говорили, сейчас мы как бы по телефону разговариваем, читая священное написание, а потом лицом к лицу, вот мне бы хотелось Елисею задать вопрос. Я думаю, такой шанс у нас у всех будет, если мы этого желаем. Спросите у Елисея, сколько там всего было молодых людей? 42 или больше? Потому что, когда Вы читаете русский перевод, здесь говорится, и растерзали из них 42 ребенка. То есть такое впечатление создается, как будто бы там могло быть больше, а из их числа 42. Это очень, для меня это очень интересует, потому что, если там было, скажем, больше студентов или молодых священников, так можно выразиться, лже-священников, а погибло только 42, то тогда, скорее всего, это те, которые, в общем-то, свой выбор уже сделали и только бы распространяли плохое влияние. А может быть, там кто-то был сомневающийся, или, может быть, там был кто-то, кто оставлял шанс для благодати Божией, и, может быть, тогда он остался жив. И, скорее всего, я думаю, так и было, но для того, чтобы об этом утверждать, надо нам Елисея, но это будет потом. У нас есть о чем исследовать. Есть шанс по встрече. Сегодня и вечности. Да, спасибо, друзья, спасибо за эту встречу, за этот очень интересный разговор. У нас еще есть масса текстов Священного Писания, над которыми нам бы хотелось поговорить. Мы надеемся на новые встречи. С вами Артур Артурович, а сейчас говорю вам спасибо, до свидания. До свидания и вам, друзья. Но мы надеемся, что вы вновь найдете время, возможность для того, чтобы включить телевизор, найти канал «Надежда», для того, чтобы открыть для себя что-то новое из Священного Писания, потому что это очень жизненно важно для нас. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин